Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала «Оздоровление». Я Александр Закуртаев. Сегодня я продолжу показывать вам, как использовать перекись водорода в различных случаях. Но сегодня я покажу вам, как использовать перекись водорода при заболеваниях ушей и любых каких-то таких недомоганий. Для этого нам потребуется вот такой стаканчик, перекись водорода. Здесь у меня вода подогретая до 37 градусов, то есть температура тела. Как мы делаем? В стаканчик наливаем четверть стакана воды. Сюда же капаем 10 капель перекись водорода. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, заворачиваем крышечку. Берем вот такой небольшой шприц одноразовый. Такие шприцы продаются в аптеке на два кубика. Если нет такого маленького, можно взять побольше. Там есть деление. Также можно набирать в шприц необходимое количество раствора перекись водорода. После этого мы с вами набираем два кубика. И для того, чтобы ввести ухо, мы что делаем? Берем в данном случае левой рукой за правое ухо. Сюда мы с вами размещаем шприц без иглы и нажимаем на поршень. И вот этот раствор переходит у нас с вами в правое ухо. После этого мы берем козелок, массируем его полминуты-минуту. И то же самое мы с вами делаем для левого уха. Набираем жидкость. Берем правой рукой за левое ухо, наклоняем голову. И то же самое делаем вот с этой стороны. Опять кладем шприц. Делаем такой вот массаж. Можно отпустить. Немножечко раствора может выходить. Вот. Вот таким образом делается промывание ушей раствором перикси водорода. Есть, конечно, противопоказания. Это перфорация барабанной перепонки. Будьте здоровы. С вами был Александр Закурдаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова